Пришли приставы от правительства и объявили, что Дош болен ногами, и потому посланников примут честные владители. А в княжем месте сядет старший между ними, которому посланники и дадут грамоту. Этому быть невозможно, отвечал Чемоданов. Посланы мы к вашему князю, велено нам его видеть и грамоту подать ему. Это все равно, говорили приставы. Дела, о которых писано в грамоте князю, нам же их делать. Князь их не делает и не ведает ничего. Если князь ваш не делает ничего, возразил Чемоданов, если государством правите вы, то вы бы в грамоте к царскому величеству писали имена свои вместе с княжеским. Положили дожидаться выздоровления Дожа. Прием последовал 22 января 1657 года. Посланники объявили, что государь позволил венецианам торговать у Архангельска по вольную торговлею с платой обыкновенных пошлин. Касательно же главного дела высылки донских казаков сказали. Великий государь всегда о том чанья имеет, чтобы православное христианство из бусурманских рук высвободилось. Только теперь его царскому величеству начать этого дела нельзя, потому что он пошел на неприятеля своего, а как за Божью помощью с неприятелем управиться, то велит заключить договор с вами, как стоять на общего христианского неприятеля. Наконец посланники объявили главное дело, за которым были присланы, объявили великие неправды шведского короля и что царское величество злому его начинанию терпеть не станет. Так вашему княжеству и честным владетелям к царскому величеству любовь свое и доброходство показать, прислать на помощь ратным людям взаймы золотых или ефимков сколько можно и прислать бы поскорее. Князь и честные владители нехорошо выразумели, как это московский государь помогать против турок откладывает до другого времени, а денег взаймы просит поскорее. Для разъяснения дела приехал к посланникам пристав и спросил, скажите мне, зато ли государь у нас просит казны, что хочет помочь нам на турка? Ты говоришь непристойные слова, простые, был ответ. Великий государь наш, если изволит послать рать свою на турка, то пошлет для избавления христиан, а не за денег. Почему указу, говоришь ты эти бездельные слова? Приказал тебе это князь или владители? Пристав призадумался и отвечал, я это сказал от себя. Когда дело уяснилось, венецианское правительство дало ответ. Уже тринадцатый год, как мы воюем с турками, разум нашей охоты не ослабевают, но казне убыток большой, потому с прискорбием должны отказать царскому величеству. Надеемся, что узнавший бедность нашу, он не прогневается на нас. Посланники были в греческой церкви, где были встречены с большим торжеством, с радостными слезами. После омвонной молитвы духовенство вышло из алтаря, и один из дьяконов говорил посланникам речь. Род греческий, живущий в всем преславном граде Венеции, молит вседержителя, дай Господи, чтобы пресветлый, непобедимый, сильный, преславный, благочестивый и благоверный защитник Церкви Божией Восточной, рачитель благочестия, великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, утешитель рода христианского, здрав был на многие лета. Как пресветлое солнце восстал он на искоренение тьмы неверия, на соблюдение соединения благочестивой христианской веры, на побеждение врагов божих. Как второй Константин явился для освобождения верных христиан-греков из рук поганых турок. Молимся могущего Бога, чтобы всегда от его царского пресветлого меча мусульманы в порабощении и побеждении были. После обеда греки говорили посланникам. Ездим мы из Венеции в Турцию со всякими товарами часто и с турками торгуем. Многие турки говорили нам, Бог дал московскому государю победу над поляками и другими государствами, и у нас в Турции слава о том великая. Султаны Паши, сыскав в своих гадательных книгах, говорят, что пришло время и Цареграду быть за русским государем. Живут с великим опасением. В Цареграде на долгое время ворота бывают засыпаны. Боясь русских, турки начали сильно притеснять нас, греков. Но мы надеемся на милость Божию и на заступление великого государя, что он высвободит нас из бусурманских рук. Но прежде греков великому государю нужно было освобождать своих русских из бусурманских рук. К посланникам Венеции явилось больше 50 человек русских, освободившихся из турецкого плена. Они пришли за милостыню и объявили, что другие их братья, пленники, пошли разными государствами в Москву. Почетный прием, сделанный Чемоданову во Флоренции, обратил внимание царя и в 1659 году отправился туда дворянин Лихачев. На этот раз прием был еще лучше. Великий герцог Фердинанд Медичи, приняв государеву грамоту, поцеловал ее и стал говориться слезами. За что меня, холопа своего ваш, пресловутый во всех государствах и ордах великий князь из дальнего великого града Москвы, поискал и любительную свою грамоту и поминки прислал? Он, великий государь, отстоит от меня, что небо от земли. Преславен он от конец до конец вселенной, имя его страшно во всех государствах, и что мне, бедному, воздать за его великую и премногую милость? Я, братья мои и сын, великого государя рабы. Посланника поставили в Великогерцогском дворце. Лихачев, подобно Чемоданову, попал в Италию прямо из Архангельска, обогнувши морем Западную Европу. Понятно, следовательно, как поразили его чудеса природы и искусства в Отечестве Медичи. На княжем дворе палаты об осьми жильях, числом их 250. Во всех запоны дорогие, столы аспидные, писаны золотом, травы, палаты подписаны золотом, чернилица золотая, фунтов тридцать, а вместо песку руда серебряная, кресла крыты бархатом. На том же княжем дворе сад рыбный. Рыбы живые. Вода вверх взведена, саженец четыре. Устроен иордан. И выше иордана, саженец две вверх, беспрестанно вода прыгает на дробные капли. А к солнцу, что камень хрусталь. А около княжего двора деревья кедровые, кипарисные, и благоухание великое. О, крещенье жары великий, как у нас об Иванове дни. Яблоки великие и лимоны родятся по дважды в год, а зимы во Флоренске не бывает ни одного месяца. Герцог велел приготовить для посланника театральное представление, стоившее восемь тысяч ефимков. Князь приказал играть. Объявились палаты, и быв палата, и вниз уйдет. Итого было шесть перемен. Да в тех же палатах объявилось море, колеблемо волнами, а в море рыбы, а на рыбах люди ездят, а вверху палаты небо. А на облаках сидят люди. И почали облака с людьми на низ опущаться, подхватя земли человека под руки, опять вверх же пошли. А те люди, которые сидели на рыбах, туда же поднялись вверх. Да спущался с неба же на облаке человек в карете. Да против его в другой карете прекрасная девица. А аргамачки под каретами, как быть живы, ногами подрягивают. А князь сказал, что одно солнце, а другое месяц. И многие придивные молодцы и девицы выходят из занавеса в золоте и танцуют. Русского человека изумлял благодатный юг, а южного владителя занимал дальний север, дикая природа с ее естественными первобытными богатствами. Флоренский князь расспрашивал и смотрел по чертежу про сибирское государство, и поскольку который зверь плодится, тому роспись взял. А сибирскому государству и плоду соболиному, что их много, и куницам, и лисицам, и белкам, и иным зверям, взял удивился, как их нельзя выловить. А у них никакого зверя нет, потому что места очень гористы, а не лесны. Лес все саженный. Флоренского князя-княгиня била челом посланнику, чтобы ей сделали по русскому обычаю две шубки, чем ей подарить новобрачную невестку свою. И он шубки сделать велел под комкою и под тофтою. У одной из-под горностайный, а у другой белий. И княгиня надеяла на себя и дивилась, что урядно выделали. Венецианское правительство, озадаченное требованием Чемоданова, уже не отправляло более посольства в Москву. Но московское правительство вспомнило о республике, знаменитой своей борьбой с турками, когда нужно было готовиться к войне с портою. В 1668 году торговый иноземец Келдерман повез дожу и сенату грамоту от царя, которой высказывалось удивление, почему они не подают о себе никакой вести, и объявлялось, что великий государь заключил мир с королем польским и союз против бусурман. Объявлялось, что в Москве заключен торговый договор с компанией персидских армян, по которому персидские товары пойдут исключительно через Россию. И есть надежда, что персидский шах обратит свое оружие против турок. Дош и Сенат в ответной грамоте благодарили государя и изъявили желание, чтобы и все христианские государя соединились против турок. Нападение Магомета IV на Польшу заставило снова царя вспомнить о Венеции. Известный нам Минезиус из Вены должен был заехать в Венецию с приглашением к союзу против турок. Сенат отвечал «Боже, помоги царскому величеству наступающую неприязнь сокрушить и христианских государю успокоить». Наконец, из Венеции Минезиус поехал в Рим с царскую грамотую к папе Клименту X. «Вам бы, папе и учителю римского костела, к нам великому государю отписать. По должности христианской на общего неприятеля брату нашему, его королевскому величеству войсками своими помогать станете ли? И если помочь захотите, то вам бы к нам обослаться грамоту и вскоре. Какими мерами, в которое время и в каких местах быть этой помощи, чтобы заключить через общих посланников договор? Да и к окрестным государям вам писать же, чтобы и они королевскому величеству были помощниками, а именно писать к Людовику, королю французскому, и Карлу, королю английскому, чтобы они войну с голландскими штатами прекратили и войска свои против общего христианского неприятеля обратили». Приехавший в Рим, Минезиус прежде всего объявил условия приемной отпускной церемонии. «Папа должен слушать именование и титул великого государя стоя, грамоту принять и свою дать так же стоя. Прежде чем грамота будет запечатана, показать ее посланному для удостоверения, что титул царский написан сполна». Папский церемонимейстер объявил на это свои условия. «Папа во все время приема и отпуска будет сидеть. Посланный должен целовать ногу святейшества его, указывать папе, чтобы он делал иначе нельзя». «Ногу паперскую целовать отнюдь мне невелено», говорил Минезиус. «Потому что великий государь наш католицкому римскому закону не повинуется». Да и в прошлых годах, когда греки с латинцами были в соединении веры, и тогда греки папу в ногу не целовали. Когда в 1438 году приезжал Феррару к папе Евгению IV цареградский патриарх Иосиф с митрополитами и епископами, то папа целовался с ним по-монашески, потом митрополиты, епископы и иные чины целовали его в руки. «Если, — продолжал церемонимейстер, — к папе приедет цесарь или какой другой христианский патентат и ногу паперскую целовать не будет, то папу видеть не может». Когда так, — отвечал Менезиус, — то пусть папа велит меня отпустить. Отпустить не согласились, и посланный не целовал ноги у папы, только наклонили по римскому обычаю, впрямь до коленного преклонения и вскоре подняли, а голову не наклоняли. Когда Менезиус начал подавать папе царскую грамоту, то его понизили. Папа принял грамоту, сидя, и, отдав ее первому церемонимейстеру, сказал, «Радуюсь, видя посланника от вашего государя. А что ваш государь в своей грамоте у нас спрашивает, то мы с радостью будем исполнять, и вскоре ответ учиним». Когда папа кончил, церемонимейстеры наклонили Менезиуса до папиных колен, и когда папа, встав, дал всем благословение, Менезиуса понизили на колени. Посланный выговаривал потом кардиналу Алторию, зачем его наклоняли силою. Кардинал отвечал, что все посланники исполняют заведенное при папском дворе обычаи и слушаются церемонимейстеров. Менезиус ездил и к бывшей шведской королеве Христине, принявшей католицизм и жившей тогда в Риме. «Очень рада», сказала Христина посланному, что царское величество изволил прислать к папе. «Если я чем-нибудь могу родить в делах государевых, то должна это делать, потому что когда я на королевстве шведском королевствовала, то между нами был союз, который я буду вечно помнить». Начали писать ответную грамоту, и тут встретилось непреодолимое затруднение. Менезиусу объявили. Папа напишет великого государя именование и титул, как они написаны в царской грамоте. Напишет свыше всех патентатов. «Вельможнейшему? Только невозможно назвать государя вашего царем, потому что царь и цесарь одно и то же слово, и если написать царем, то цесарь и другие патентаты станут на папу сердиться». На это Менезиус показал грамоты императорскую, венецианскую, курфюрстов, бранденбургского и саксонского, где государь был назван царем. Но эти мне удовольствовались. Папа прислал спросить, что такое царь? Менезиус отвечал, «Как называется папа? Цесарь римский, султан турецкий, шах персидский, хан крымский, могол индейский, притиан абиссинский, зарев арабский, олман булгарский, деспот пелопонесский, калиф вавилонский и другие. Так точно на славянском языке называется царь российский». «Как перевести царь по латыни?» спрашивали Менезиуса. «Перевести нельзя», отвечал он. «Но ведь вы без перевода пишете желатинскими буквами все вычисленные мною названия государя». Кардинал Барберини говорил Менезиусу, «Если теперь папа не исполнит достоинства царского величества, то после его кто будет папой из нас, старых кардиналов, тогда царское достоинство будет исполнено». Мы, кардиналы старые, к великому государю пошлем грамоту с повинною, напишем именование и титул вполне. Только бы теперь великий государь на нас не сердился, потому что папскую властью и словом папским владеет племянник папский, кардинал Алтерий, и делает все по-своему для своей временной гордости, что положит папе на язык то папа и говорит». Наконец Менезиуса позвали на тайную аудиенцию к папе. «Зачем ты у меня не хочешь принять грамоты?» – спросил Климент. «Великий государь наш», – отвечал Менезиус, – «писал к вам для имени Божией должности христианской о помощи брату его, королю польскому, против общего христианского неприятеля турского султана. Вы, папа и учитель римского костела, великому государю любви своей не оказали, не хотели назвать его царем, а вам, папе и учителю римского костела, должно чинить соединение, а не разрушение». «Невозможное это дело», – сказал папа, – «потому что мои братья, прежние папы, этого не делали». «У нас было уже заседание с кардиналами, и они мне не позволяют». «Если вы сделаете какую-нибудь грубость царскому величеству», – отвечал Менезиус, – «то государь будет писать об этом к другим христианским государствам». Тут папа позвонил в серебряный колокольчик и велел вошедшему маэстро Ди Камера принести золотую цепь с папским гербом и четки из лазоревого камня. Подавая эти вещи Менезиусу, он сказал, – «дарю тебе на память». Менезиуса отпустили с обещанием, что папа отправит в Россию посланника для договора о титуле.